Как вы уже давно знаете, я являюсь счастливым обладателем капсулы ВК Мини, также большой капсулой, которая уехала к родственникам сейчас, а также в начале года у меня еще появилась капсула Нео. Это своего рода новинка, но она вышла еще в начале года, поэтому не совсем новинка, но все-таки я о ней давно хотел вам рассказать, но с моими переездами в Москву и теперь обратно все никак не получалось. Но в этом обзоре я наконец-то вам расскажу о ней практически все. Почему практически? Потому что она постоянно обновляется, у нее появляются какие-то новые функции, и их уже очень-очень много. О них, кстати, я тоже расскажу. И вообще, что умеет эта капсула без подписки ВК Музыка. Начнем мы, конечно же, с распаковки, и сразу скажу, что коробка выполнена в таком ВК-шном стиле. Спереди нас встречает само изображение капсулы Нео, тут написано «Умная колонка», сами знаете кем, не буду произносить, потому что она стоит на заднем фоне. Вот, Маруси, как дела? То есть, что вы пришли, а у вас как? Отлично, замечательно, рассказываю о тебе. Я старалась. Вот, мы с ней сегодня обязательно пообщаемся, и я не буду часто произносить, иначе она будет на каждое «м» отзываться. Далее звук... Когда снова увидитесь, передайте ей, пожалуйста, мои самые лучшие пожелания. Хорошо. Пусть так будет всегда. И чтобы у вас все было хорошо. Короче, ладно, давайте, приступим. Тут сразу на коробке написаны все ее характеристики основные, ну, чем она так прекрасна. На другом торце написано, что имеются подписки в подарок, это ВК-музыка и Винг, а также выше написаны функции, которыми располагает сама капсула. Что ж, давайте откроем и посмотрим, что у нас тут внутри находится. Авторизоваться вы можете с помощью своего ВК-айди, и не обязательно, опять же, оформлять какую-то подписку. Вы можете использовать просто бесплатные функции, которые предоставляет капсула Neo, капсула мини и другая капсула, и не платить за какую-либо подписку. Далее имеется вот такой вот конверт, в котором сюрприз находится, а именно стикеры, которыми вы можете обклеить капсулу Neo. Далее сама колонка, и на самом дне нас встречает уже зарядное устройство. Точнее, даже не зарядное устройство, а блок питания, от которого будет питаться наша капсула и будет работать. В отличие, например, от капсулы мини, у капсулы мини еще имелся разъем Type-C, а также вы могли ее использовать как обычную колонку и питать ее от, например, Powerbank. В случае же с капсулой Neo такой возможности здесь нет. Если кому интересно, обзор на капсулу мини вы найдете по всплывающей подсказке вверху экрана. Что ж, после того, как я ее распаковал, подключил к сети, я, естественно, авторизовался с помощью приложения. Не буду называть его название, потому что опять она отзовется. Там вы сможете с легкостью подключить колонку, определяется она быстро, подрубаетесь к Wi-Fi, и все работает. Авторизуйтесь с помощью VKID, и можете слушать свои любимые треки, сказки на ночь, радио, новости, курсы валют и многое другое. И тут я хочу вам рассказать о том, что может любая капсула без какой-либо подписки. А именно, у этой барышни имеется свыше 7000 подкастов, такие как «Хакни мозг» или «Дороже денег». Далее 1800 аудиокниг, в том числе и сказки, 250 радиостанций и 50 игр. Например, «Ерундопель», «Фанты», «Клевер» и многие другие. Внутри же нашей подруги имеется самообучаемая нейросеть, которая узнает много нового вообще каждый день. То есть, чем вы больше с ней взаимодействуете, тем больше она, так скажем, подстраивается под вас, понимает вас, что вы хотите. И, например, вы можете сказать «Маруся, новости». Или также, например, вы можете сказать «Маруся, отбой» и спросить, кто играл главную роль в фильме «Логан». Далее она может взаимодействовать с умным домом, а точнее с устройствами, которые у вас располагаются дома. Например, там робот-пылесос, какие-то световые лампы, фритюрницы, уложнители и прочее. В ней сейчас около 40 брендов, в том числе и Xiaomi. Помимо этого, появилась еще возможность создавать собственные навыки без какого-либо знания программирования. Все происходит значительно проще с помощью сервиса AI MyLogic. Далее, естественно, взаимодействие с платформой ВК. Это, например, вы можете включить свою любимую песню, любимый подкаст или, например, позвонить другу. Но это уже с подпиской. Также, что лично мне понравилось, но это не относится к капсуле Neo, это относится к мини-версии. У нее теперь появился режим ночника, и вы еще можете цвет этого ночника менять, выглядит классно. И да, кстати, у нее есть еще детский режим, то есть она распознает речь ребенка, что очень классно, потому что я не всегда вообще их поднимаю, что они там базарят, но она как-то это будет распознавать. Также у всех капсул появился еще семейный режим, чтобы, например, ваш ребенок не воспроизвел какой-нибудь ай-яй-яй контент. Она будет спрашивать, воспроизводить ли контент там 18+, или нет. То есть если ей скажет это ребенок там да, она скажет ай-яй-яй, я распознал, что ты ребенок, ничего, я тебя не буду воспроизводить. Но, граждане родители, вам нужно обязательно активировать функцию узнавать детей, иначе она будет думать, что с ней взрослый человек разговаривает и включит там тот самый какой-нибудь контент. Что ж, о нововведениях я вам в принципе все рассказал, теперь давайте приступим к тесту звука. И да, эта капсула Лунео тоже может мурчать, но, к сожалению, не так, как, например, большая, когда вы там ее гладите, она понимает, что вы ее погладили и начинает мурчать. Это, к сожалению, не так это делает, ей вы можете просто сказать, Маруся, помурчи. Да, есть небольшое там запоздание, они все так реагируют. Отбой! Блин, мне понравилось то, что она сейчас реагирует на это. Причем, вот напишите в комментариях, у кого тоже есть капсула, какими вы словами пользуетесь, чтобы эта барышня замолчала. Ладно, давайте переходим к звуковому тесту и сравним ее с большой капсулой и с капсулой мини. Субтитры сделал DimaTorzok Что же, касаемо звука, звучит она достаточно сочно, басы и верхние частоты присутствуют, но чисто вот мое личное мнение, опять же, мне больше нравится капсула мини. Причем, по звуку мне как-то Neo показалось интереснее. Касаемо цен, капсулу Neo, естественно, самая дешевая, и сейчас вот на сайт я зашел, 3 990 она стоит, 6 990 мини-версия идет, ну и большая капсула стоит 10 990. Ладно, на этом, пожалуй, все. Если данный ролик был вам полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх. А с вами был Flickr, мобильный геймер, и уже не только. Всем пока!